Влад, с дебютом в высшей лиге за футбольник Лугомеля, расскажи свои ощущения. Спасибо большое. Первое ощущение, конечно, когда я выходил на матч, чуть мандрелла, конечно, была. Плюс первый гол получили быстро. Этот гол, скажем так, разбудил и уже больше не волновался. Слава богу, что выиграли. Антураж великолепный, болельщики очень понравились. Матч непростой, поле непростое. Даже те же погодные условия всю неделю готовились, было тепло. На полях сухих тут, конечно, тоже такие футбольные мелочи, но как есть победа и самое главное. Расскажи, как произошел вариант с Гомелем и почему ты оказался здесь? Так, у нас с Гомелем оказался где-то в конце июля. Позвонил спортивный директор футбольного клуба Гомель, сказал, хотят видеть, приехать, познакомиться. Долго не думая, согласился. Приехал, сыграл товарищеский матч за дубль, двухсторонку, пару тренировок и пришли к общему решению, что будем сотрудничать. До этого ты только выступал за дублирующий состав, были у тебя матчи в первой лиге. И можешь, что ли, сделать какой-то вывод по одному матчу в высшей лиге, если ощущается какая-то характерица? Разница, наверное, ощущается в исполнительском мастерстве, в скоростях. И я думаю, что в инфраструктуре, конечно, команды в высшей лиге не сравняются с командой в первой лиге. И какие твои личные задачи на оставшуюся часть сезона? Выходить на каждый матч только с мыслями о победе. В каждый матч только победа, только хорошая игра, только в атаку. Проще сзади, спереди понадежнее. Побольше голов хотим забивать, поменьше пропускать. И как можно выше подниматься в турнир на таблице. Даниил, с дебютом со футбольной Кунгомеля, с победой в этом матче, расскажи про свои ощущения. Спасибо. Тяжелый матч, честно скажу, второй, третий, получается, день в команде. Поэтому еще до конца не влился. Первый тайм немножко привыкал, второй тайм мы сыграли намного лучше, считаю. Ну, конечно, приятно, что начали с победы. Отдал голевую первую в своей высшей лиге. Ну, хороший дебют, считаю. Ты игрок более оборонительного плана. Было видно, что все-таки при какой-то удобной позиции ты не бил, а отдавал перетачу. Это какая-то тренерская остановка или это уже твоя личная привычка? Нет, это моя личная привычка. Потому что в энергетике мне всегда говорили, отдай ближнему. Дальше это не твое. Отбери, там, подбери мяч, перехвати и отдай ближнему. И указывал ли главный тренер, да, вот эту деталь твоей игры? Ну, он говорил мне, когда я сюда приходил, что хочет, чтобы я больше еще играл в атаку. В обороне понятно, но он хочет, чтобы я старался и отдавать передачи, и бить больше. Ну, пока сложно, буду привыкать. Голевую отдал, значит, уже хоть что-то услышал, что умею. В твоей карьере есть гол в Кубке Беларуси, уже главная передача. Как долго ждать уже первого деда мяча? Надеюсь, скоро, в ближайшем будущем забью. И как тебе антураж стадиона центрального бомбеля? Очень приятно, честно, привык играть, когда против тебя команда, и столько болельщиков против тебя. А тут тебя всегда гонят вперед, поддерживают. Даже немножко непривычно было, но приятно очень. И какие твои личные задачи на оставшуюся сезон? Конечно же, помочь команде выполнить задачу, ну и самому развиваться, прогрессировать и помогать команде. Спасибо.